итак ладно привет мы продолжаем проходить холод это у нас какая уже часть получается 5 вроде вроде 5 вроде 5 и с вероятностью большой так скажем что это последней части потому что мы все точки пробегались конечно другой карта нет или нету плюс дополнительного еще чего-то то скорее всего то прохождение я сегодня вот но мне кажется что не должно быть ничего потому что иначе бы часов больше гораздо было бы у людей которые играли в эту игру какой на черт дверь ты что охерительно начала здесь двери не должно быть в принципе так кстати не посмотрел куда это где-то она все верно и так и предположил что это здесь бумажка находится то сидим дальше по левой стороне еще окей как я до этого говорил я это уже утверждал а он зырклух кстати как говорил то что мы к ней открыть и пойдем вот так и есть нахер не идем вообще ну вроде правильной дорогой выбрал все нормально меня просто мунка напрягает очень сильно она неприятная очень очень неприятная и прям долгих мурашков вызывает мы где-то должны проход найти к этой церкви где-то тут мост должен быть или что-то типа того а ну здесь надо где-то вправо повернуть будет ну давай лучше в тупик заглянем а там еще выйдем выйдем и обратно пойдем так проще вот это развилка скорее всего их это с тупиком да нет тупик а это очень понятно куда кстати бумажки видимо судя по звуку потому что мы приближаемся к ней куда я иду блин запись устных показаний бориса в пятилетий мальчик который возможно подвергался воздействию неизвестной силы которая вызвала смерть двенадцать человек в комплексе владимир тридцать борис в я видел вас во сне вы задавали мне те же вопросы что и сейчас за вами стоят стоял тот же мужчина доктор григорий астанович борис за мной никто не стоит здесь никого нет нет доктор этот мужчина хочет чтобы я вам передал что в оранжевом свете мир выглядит красивее и просит вас посетить камеру номер 7 секции 22 откуда ты знаешь что место борис твой отец работа в нашем отделе нет григорий сукинтэ сын я видел это собственными глазами я видел как ты ведешь людей к глазу бога я видел как горит их кожа и выламываются руки я видел кошмары которые он запомнил их запомнил их разум ты действительно думаю что никто об этом не знает думаешь никто не выжил он показал нам конец записи видимо там еще многоточие видимо он это оборвал запись если не суши поем я постоянно пить хочу просто постоянно детстве была бумажка где-то мы там ходили по кругу вот тут ну да видимо сейчас вывернем обратно пойдем руки еще такого в принципе меня карта откладывается в голове сейчас просто пытаясь дополнить повороты и это не очень удобно на самом деле а еще то не так погоди что-то чуть не так а да там был такой как но было здесь пара сейчас налево будут вот он там где-то что-то будет поворот еще налево по моему они тут где-то мост потом это очень далеко налево по траектории идти просто все нормально просто идем прямо ну или не совсем прямо вообще был поворот направо пом не было это огромный слишком этот дорога к этому очень будет широкая кого здесь машин могут ездить вот мост кстати мост который говорил быстрее у меня осталось мало времени поспеши найти путь найди меня и я устрою тебе от чем я не могу бегать ты понимаешь у меня герой дебилу вообще никогда не бегал видимо у него огромные проблемы с организмом не смотри назад просто не смотри назад этот ветер плохо влияет на меня налево а ну все наверно и мы купили постоянно чувак ты понимаешь что это мне помрет у меня чувак помрет и все будут стендерить а это церковь кстати не понял это не то повернул походу я проиграл они там мальчик и а сюда что ли О! Нашел дорогу наконец-то. Выбрал он меня, значит... Какой-то голос в голове мне говорит об этом. Здесь можно пройти просто напрямую. Ты чё? Какого хрена тут появился передо мной вообще? И это... Тут начали бить, только недалеко. Что такое? Почему он там появился? Кто это за говно? Я ем дорогу там на стол и опять теперь бежать туда. Что-то тут скремяки какие-то стали. Это... Очень внезапные. Типа нет ничего, нет потом бац на тебе. Ой, блин, серьезно, я даже не знаю, что говорить. Типа тут очень далеко идти. Сохранить где-то было бы. Тут далеко, внаторию, прям очень далеко. так где-то на этом еще проиграть еще раз это все не пил чумы проиграл теперь дороге свернул или что в чем проблема едино а мое дело такое ну мало у тебя время и чё нет какая разница мне же это то ни горячо не холодно и после этого бегать бы найти какую-то бумажечку было бы здорово а тут далеко бы более 100 он и застрял можно фонариком светить типа цветишь такое появляется то ты или нет передо мной да я по дороге пойду я не буду срезать и Я нафиг сучит, это, фонариком так делаю. Потому что эти чудики боятся света, похоже, у моего фонарика именно. А тут дорога нет? Это кто? Эй! Открой! Уди! Ёб твою мать, как много! Если вы читаете слова, кем бы вы ни были, я молю вас, помогите нам. Нас держат в месте под названием почтовый ящик 5. Злостный почтальон. Я не знаю, где это, и даже не знаю, какой сейчас год. Они не разрешают нам учаться ни с кем из внешнего мира. Они закрывают нас в камере по 4 часа человека. Я видел дюжину таких камер. Они говорят о чем-то. Что называют Аномалия 7. Каждый день над нами ставят опыты. Изучают, пытают. Я видел, как они убивают людей. Я видел ужасные вещи. Напишите об этом. Расскажите всему миру. Короче, по всему миру... А, потом скажу. Они проводят самые худшие эксперименты, которые только можно представить. У них есть камеры, которые мы называем камеры страха. Не описать словами того, что происходит с теми, кто там оказывается. Некоторые возвращаются, но иными. Будто в них больше нет личности. Других выносят мертвыми. Только немногие остаются в своем уме. Я видел яркий оранжевый свет, который говорил со мной голосами демонов. И показывал мне образы, которые хуже любого кошмара. Иногда люди выходят оттуда. С сломанными костями. Они выходят изуродованными, раздавленными. Облученными радиацией бесконечности. Я видел... Я больше не могу это выносить. Избавьте меня от этих видений. Среди нас есть ученый. Он сказал, что в пользу их других опытов они обнаружили что-то из другого мира. Они пытаются его изучить. А на самом деле, это ОНО их изучает. Он сказал нам, что в мире есть и другие подобные места. И настанет день, когда врата и в ад распахнутся. Вам нужно положить к нему конец. Уничтожить это. Уничтожить нас. Убить нас всех. Нас стро... Центром разводит... Руководит не и в природных явлений РФ. Я увидел это название на пропуске мужчины, который меня запрашивал. Он сказал, что мы заключены... Заключенные, преступники, убийцы, насильники, грабители. Но это неправда. Я не видел плохого. Не делал ничего. Я всех ненавижу. Они называют нас пациентами. Имен не использую. Только порядковые номера. Я пациент номер 73. Я даже не помню своего настоящего имени. Молю вас, помогите. Дождите это место дотла. Если это письмо полос за всем центра. Если охранница, пообещавшая его передать, сдержавшая свое обещание, то вы должны что-то сделать. Клянусь всем святым. Вы просто обязаны. Мой единственный закамерник Антон шепчет мне нахуй, что все будет в порядке. Этот оранжевый цвет поет голосами сотен ангельских хорроров. Хороб. Антон пообещал мне, что если я внимательно буду слушать пение, то он меня освободит. Но иногда мне кажется, что ничего из этого не существует. Нет ни тюрьмы, ни решеток, ни врачей, ни Антона. Есть только пугающий, пронизывающий оранжевый цвет. Он будет освободить меня. Иногда, хотя бы, я думаю, что все это не существует. Короче, тут по всему, они все объединили в одно, грубо говоря. Типа и пришельцев, и посторонних существ, и эксперименты. Короче, все, что есть по... Не теории, даже... Как он называется-то? Это был слово, которое обозначает вот это лыженаук вот этих всех людей, которые там верят в пришельцев. Короче, они все это объединили в одно. Все, что есть, поэтому вот перевал Дятлу. Единственное, походу, здесь не было никаких бигфутов. Хотя я не знаю, что такое ходило оранжевое. Но вряд ли оно-то оно. Суть по всему, это какое-то животное с другого мира. Огоньки, которые там были, это, видимо, как-то связаны с этими экспериментами, которые тут в одном из письме было. Потом, значит, письмо, вот это, которое, помните, там что-то говорилось? Там передали какое-то письмо, надо было кому-то рассказать. Я не помню, когда это было, в какой серии. Вот это письмо, которое было, видимо, вот от этого пациента 73. Он это и передал. Антон, который там что-то кричали в начале самом, я так и не понял, кто это. Это очень хреново, когда вот так вот, типа, в разнобой подается информация, причем через записки, которые можешь забывать все это. Ладно, погнали. Так, это все же. Кто? Куда идти? Я же все посетил. Что это за слух? Ааа. Где-то телепортнуться надо. Допустим, вот сюда. Я не знаю, что это значит. Окей. А, вот что-то такое было. Ну, наверное, туда надо идти. Но это он сошел с ума. Там говорили об этом, что он сходит с ума. Ты все разбросал опять, что? Собо следующий ходил, потом собирал. Это конец. А, ааа, еще не все. Итак, мы дошли до конца. Ты поет хуруль играешь в моем плане? Случайных жертв не бывает. Полностью невинных не бывает. Возможно, ты думаешь иначе. Но когда ворота в секции 22 откроются, и миру явится настоящее безумие, ты померз, что все, что я сделал, было необходимо. Типа, мы идем к людям, которые... Как-то, например, войдя-то погибли, да, сейчас? Нас переместили куда-то. Мы поделили зачем-то на акты какие-то. Первый, второй, третий. Причем второй, боже, гигантки, а первый, третий малюсенький. То есть деления вообще никакого смысла нет. Че? Че-то... Я правильный ходил? Я тут, сейчас же. Тихо, не разговаривай. Это напрягает очень... Я могу видеть тебя. Я пока не понял, че на милл идут по поводу того, что... Я, типа, их убью сейчас? Я их очень сильно напугаю? Что я сделаю? Ну, тут ничего не видно, это хреновый скриншот. Ну, тут херовый кадр тоже. Я... Почему они его напугались? Они, видишь, должны были убежать из палатки. Причем то, что у них, вроде как, это должно быть оборудование для спасения самого себя. Типа там, отстрелок медведей, каких-то волков. Музыка, кстати, классная, мне нравится. Что-то я... Какая-то херота по сюжету. Я ничего не понял, в смысле. Давай пробуем подумать. Вот, смотрите-ка. Он, значит, что сделал? В конце. Он их тех убил людей. Случайных жертв не бывает. Что значит случайных? Почему случайных? Я залез в палатку, они испугались, разорвали ткань и выбежали. Там же говорилось в одной записке, что они разорвали эту палатку изнутри и убежали. А-а-а, может быть, я где-то разорвало, и они выбежали так через нее. А почему меня испугались-то так? Надо фандом читать, я вообще нихуя не понял, вот естественно, вообще. Я понял только, что там вот эти, типа, какие-то эксперименты были. Вот это я все понял, конечно, да. То, что в Тормакте было. А то, что глобально вот это было, я вообще нихуя не понял. Нас фандом будет почитать. Ладно. А-а-а, небольшая серия у нас выходит. А-а-а, халат это финал. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписывайтесь на канал, ставим комментарии, заходим в группу, там есть крейшоты и саундтреки. И так, всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok